Добрый день, дорогие братья и сестры! В первом послании к Орифинам апостол Павел пишет в 4 главе 11 стих «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценные камни, дерево, сено, соломы? В первом послании каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. И у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Сейчас, дорогие братья и сестры, мы видим с вами монастырь Касапитра на Корфу. Здесь находится самое большое собрание мощей, о чем есть ролики на моем канале, на который рекомендую подписаться, если есть желание. Все монастыри, храмы острова Корфу, святой гора Афон, из Израиля есть немногие, много видео. И все освещено на моем канале, ответ на многие вопросы самым простым и доступным языком. Дальше, в первом послании Коринфянам, в четвертой главе, апостол Павел пишет, «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытая во мраке и обнаружит сердечное намерение, да каждому будет похвала от Бога». И я поделюсь с вами выдержкой из письма одного знакомого игумена Силуанова. Он говорит о том, что «милые люди очень возмутились, прочитавским неуважением я отношу к Советскому Союзу, и мои взгляды с ним аналогичны в этом отношении. По их мнению, в средневековье еще хуже было, а англо-американская военщина не то еще себе позволяла. И не стоит искусственно раздувать дела давние, и вообще нельзя мешать одно с другим, было же много хорошего прежде. Понятно, что пытаться убедить кого-то из дела неблагодарное, но есть же какие-то вещи, поэтому я попробую рассказать, что я думаю об этом сам. Российская Федерация является наследницей Советского Союза. Следовательно, для нас, как жителей Российской Федерации, очень важно понять, какое наследство стоит брать из Советского Союза, а какое нет. Сейчас мы видим улицы, дома на острове Корфу, тихий, спокойный город. У грехов в менталите совсем другой, они не видели того, что творилось в нас в Советском Союзе. Избивание, уничтожание священников, разорение церквей, разрубали иконы топорами, всячески издевались над богослужением. И в первую очередь это важно для того, чтобы устраивать нашу жизнь, чтобы мы понимали, что было, на чем, на каком фундаменте мы находимся и кто наши родственники и наследники. Те, которые были до нас, они уничтожали священство. Те, которые жили в начале 20 века и в середине Советского Союза, многие были членами партии, многие участвовали в уничтожении церквей, монастырей и другого. То есть, это вопрос не отвлеченный, но праздник опошения в истории, что именно нам стоит брать из наследия предков, от чего избегать и стыдиться, важно понять для праведной организации сегодняшней жизни. И на моем канале есть очень хорошие ролики в плейлисте о наследственности. Посмотрите, пожалуйста, если будет время счастья, мы видим часовню, пещеру с чудотворной иконой Мегаломата. Здесь по волнам прошел огонек в 12 веке, и рыбаки пошли за ним, и увидишь, как он отпечатался на пещере в стене. И впоследствии эту икону назвали Мегаломата, большие глаза. Да, очень много людей знают об этой пещере, она открыта круглосуточно, ходят, да молятся, особой благодать там существуется. И возвращаясь к нашему разговору о наследии, понятно, что если мы сегодня себя провозглашаем православными, а со мной православной республикой, то и критерии у нас находятся в Евангелии, в статических творениях. И вопрос стоит так, совпадает ли наше представление о добре и зле с представлениями советских руководителей. Еще раз подчеркну, что для нас важно не средневековье, не события, происходившие в других странах, хорошие или плохие, а действия именно наших с вами соотечественников, наших предков, наших родственников дальних, и именно в советский период, ведь мы исторические их наследники. Есть эмоции, есть личные отношения к истории, но нас, конечно, интересуют факты, а так как мы решились говорить о добре и зле, то в первую очередь нас интересуют отношения людей друг к другу, а не экономические, либо другие иные достижения, наследниками которого мы тоже являемся. Иными словами, мы совершенно все равно, был ли наш балет лучшим в мире, или какого размера ледоколы были построены. Нам важно всем, что представление о добре и зле у нас и у наших детей совпадало с моими предками, то есть с евангельским. И сразу мы сталкиваемся с фактом воинствующего атеизма в СССР, который не ограничивался докладами и хитридными публикациями, но приводил к действиям убийством и ссылкам священников только за их веру и разрушение храмов. И вот факты. В 1917 году в России насчитывалось порядка 78 тысяч церквей и 1253 монастыря, по другим данным около 25 тысяч, что тоже немаловажно. К 1991 году в России оставалось около 7500 церквей и 16 монастырей. Точное количество взорванных или разобранных, а не, к примеру, переделанных складов, очехранилища, хлева, свинарники, тюрьмы и дома культуры, то есть заскверненных, церквей до сих пор неизвестно. Сейчас мы видим двор отца Поликарпа, большой музей, который он создал, древние вещи со всего района Каноне, собранный это район, на котором были первые поселения греков на этом острове, более 7000 лет назад, один из самых древних районов. Внизу района находится под скалой Аналипси, под ботаническим садом, остатки древнего порта, которому не менее 4500 лет. И, возвращаясь к нашим российским событиям, можно сказать о том, что храм Христа Спасителя был построен в 1883 году, строился 44 года в народное средство, в память о спасении России от наполеоновского нашествия, взорван 5 декабря 1931 года. Александр Невский собор в Царицыне, ныне Волгоград, крупнейший кафедральный собор города. Собор построен в начале 20 века, в память чудесного спасения в железнодорожной катастрофе царя Александра III. Святым покровителем которого и был князь Александр Невский, храм строился на народное пожертвование 15 лет, а роспись внутренних стен храма выполняли ученики Васнецова по его эскизам. Строительство завершено в 1916 году. Закрыт в 1929 году, церковную утварь украдена, колокола сняты, затем храм стал частью автобазы в советское время. В 1932 году собор взорвали. Спас на Волгоград в Санкт-Петербурге построен в 1910-1911 годах, в память моряков, погибших в Сусимском сражении. В закладной камень великая княжна Ольга Константиновна положила солдатский Георгиевский крест. В 1932 году храм был закрыт и вскоре взорван, несмотря на тысячи собранных подписей. Причт и часть прихожан были репрессированы. Казанский собор, уникальный храм в Оренбурге, бывший кафедральный собор Оренбургской епархии, Русской Православной Церкви, был построен в нео-византийском стиле в 1888 году. Внутри собор был расписан живописью и орнаментами. Кроме главного алтаря, в соборе были устроены два предела во имя святителя Николая Чудотворца Мерликийского и преподобного Сергия Радоневского. В соборе находилась точная копия иконы Казанской Божьей Матери, почитаемой как чудотворно. На главном иконостасе находилась икона работника-художника Владимира Маковского. А на одном из пилястров была помещена его большая картина. Явление Богоматери преподобному Сергию Радоневскому являлся одним из главных символов города. Разрушен в 1930-х годах. Сейчас с вами приблизились к Андреевскому скиту на Афоне. Построен русским в конце 19 века. Царская семья приняла участие в его строительстве. Затем опустел. Русские монахи поумирали. Правительство СССР не давало возможности выехать из страны другим монахам. И в 1932 году он перешел к грекам и сейчас это греческий монастырь. И продолжая рассказ о Казанском соборе, хочется сказать о том, что он несколько раз взрывали. И первые подрывы начались в 1932 году. Но так как храм долго сносу не поддавался, рушили его 4 года. Снос был окончательно завершен лишь в 1936 году. Историческая десятинная церковь в Киеве построена между 986 и 996 годами совместно русскими и византийскими мастерами. Первый камень православных храм, воздвигнутый князем Владимиром Сославовичем в 989-996 годах в Киевском детинце на месте кончины русских первомучников Федора Варяга и его сына Иоанна, время постройки совпало со временем крещения Руси при святом князе Владимире. В десятинной церкви находилась княжеская усыпальница, где была похоронена христианская супруга Владимира, византийская царевна Анна, умершая в 1111 году. Затем и сам Владимир, умерший в 1015 году. Также сюда были перенесены из Вышгорода останки княгини Ольги. Была разрушена в 1240 году татаро-монголами при взятии Киева. Заново отстроена в 1842 году, архитектурно в другом стиле. Иконостасы ставились в копии иконы Коностаса Казанского собора в Петербурге, созданных художником Боровикским. В 1928 году вторая десятинная церковь, как и множество других памятников культуры и искусства, была снесена, а в 1936 году ее остатки окончательно разобрали на кирпичи. Михайловский золотоверкий собор в Киеве был построен в 1108-1113 годах. Был посвящен Архангелу Михаилу, небесному покровителю Киева. В XII веке монастырь был местом захоронения князей. Демонтаж уникальных мозаик начали производить в 1933 году. Разобранный снесен в 1933-1936 годах. И так далее. Желающие могут найти этот список и изучить его детальнее. Я специально остановился на деталях строительства некоторых храмов, чтобы показать, что это не про здание, не про имущество, а про отношение к людям. Подчеркнем, что это не случайность. Ничье это зло, это умысел или ошибка. Это сознательная, неоднократно озвученная политика советской власти в рамках борьбы с религией. Теперь о людях. По документально подтвержденным данным, в 1937-1938 годах по политических мотивам было уничтожено и осуждено 1 млн 344 человек. 923 человека из них около 700 тысяч было приговорено к высшей мере наказания. Остальных просто истребили в лагерях. Председатель КГБ СССР Крючков называл статистику политических репрессий. Он неоднократно приводил данные по учету в КГБ СССР за 1930-1953 годы 3 млн 778 234 осужденных политических. Из них почти 800 тысяч приговоренных к расстрелу. Лично Сталин и политическим бюро ЦК ВКБ по сталинским расстрельным спискам было подтверждено на осуждение 44 893 человека. Из них, по данным Правительственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, только в период с 1937 по 1941 год были арестованы более 200 тысяч священников. Из них 110 тысяч человек расстреляно. В 1962 году появилось два постановления СССР КГБ СССР, призванных к введению жестоких мер для пресечения распространения религиозных действий среди детей и молодежи. Было выдвинуто предложение лишать родительских прав отцов и матерей, воспитывавших детей в религиозном духе. Родители стали вызывать школу, милицию, требуя от них, чтобы они не водили детей в храм, в фактном случае угрожая интернатам. Наибольшее им довольство вызвало Пасха, чтобы как можно меньше людей приходили в церковь, горожан стали выгонять на ленинские субботники, воскресники и массовые шества с чучелами священников, которые потом сжигали. В этот день устраивали также антипасхальные лекции, детям рассказывали, что пасхальные гуляния плодят пьяни за хулиганство, колхозные бригады старались отправить на работу подальше в поле, а детей забирали на выездные экскурсии, за игнорирование которых родители вызывали в школу. В страстную пятницу, в скорбный день для верующих, который надлежит провести в тишине, в школах нередко устраивали танцы, даже октябрят инструктировали при воспитывании сознательных родственников, иначе выговоры и испорченные характеристики. Чтобы вовремя пресечь и искоренить, райкомы с парткомами отправляли на всеночные бдения свои рейды. Заслонность педагогов, оцепление комсомольцев, отряды дежурных дружинников всю ночь стояли под церквями, вылавливая в толпах воспитанников и коллег. Это открытые данные, которые легко проверить найти в интернете. Теперь вопрос, как оценить нравственность советского руководства, если для него без совершенно нормального, без всякой серьезной причины было уничтожить 3 миллиона, включая несколько сотен тысяч членослужителей. Стоит ли такую нравственность хвалить и брать с собой будущее? Мой ответ очевиден, вы отвечаете сами. Вы сказали, что в юности не знали об этом, что СССР для вас это молодость, дешевая колбаса и мороженое, песня о кострове и дружба народов. Так скажите прямо, что вам нравится все это, а не СССР. Скажите прямо, что вам нравятся научно-технические достижения в бывшее время СССР. Но не стоит приписывать к советскому строю, не его это заслуга. Такие вот, дорогие братья и сестры, размышления, но если есть какое-то пожелание у вас или просьба, пишите, звоните, все есть в описании, номера телефонов, ватсап, вайбер, телеграм, все работает постоянно. Мир вам сердца, любви и пересмотрите свое отношение, как СССР, так и к своему себе. Загляните в свою душу, что вам больше нравится, земное, телесное или душевное и быть с Богом вместе. Мир вам сердца, любви, дорогие братья и сестры, и хорошего анализа внутреннего состояния. Все начиная с внутри нас, и Господь говорит, Царство Божие внутри вас есть. Мир вам и любви, дорогие братья и светлых мыслей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова